здравствуйте сегодня буду готовить колбасу домашнюю из свинины задняя часть и брюшина без шкуры также я достала жир сальцо обдеру шкуру и туда же отправлю нарезала кусками чтобы пропустить через мясорубку здесь пузанина здесь задняя часть у меня все вместе получилось 4 181 4 килограмма 181 грамм для того чтобы рассчитать специи взвесила нитритную соль и обычную поваренную соль сейчас разделю эту соль по тарелкам засолю мясо и поставлю на всю ночь в холодильник в засоленном виде пусть она просаливается сало же солить не буду вот так насыпала соль сейчас хорошенько перемешаю в процессе потом больше и меньше соли насыпала неважно потом она все опять снова смешается сейчас перемешаю и в холодильник накрою стрейч пленкой и поставлю холодильник на этом сегодня пока месте все жирную часть я порезала такими вот кусочками сейчас положу в пакет и отправлю в морозилку киева распластала чтоб он плоским был и также положу в морозилочку достала и охлажденное мясо часть вот так порезала я полосочками тонкими пузанину вот этот остальная часть морозится у меня замораживается сейчас я это все сложу вместе и снова отправлю охлаждаться мясо должно быть 10 градусов вторая часть мяса у меня тоже охлажденная даже слегка подмороженная вот сейчас я перемелю на крупной сетке вот такая фракция у меня получилось и также сейчас отправлю его в морозилку охлаждаться пока что приготовлю специи пусть охлаждается вот так она у нас 12 градусов 12 14 в общем потеплело нужно его отправить снова хорошенько хорошенько охладиться охладилась мясо наше сейчас я вместе перемешаю его и добавлю специи меня специи классические черный перец и чеснок пропорции все внизу под видео будут теперь вот все смешала посыпала сверху специями теперь хорошенько нужно перемешать почему без перчаток потому что делаю для себя руки вы мало чистые мясо холодно мясо хороши добавила добавила я воды на килограмм мяса 80 миллилитров воды и снова хорошенечко вымешиваю перемешала я руками а вымешивать буду планетарной миксере остальная часть мяса в холодильнике охлаждается вымешиваю вот до вот такого состояния что она вообще липучая она приставучая она все слиплась в один комок не расцепается вот такая вот консистенция у него все так остальное мясо то что вот это вот взбилось уже я его ставлю холодильник потому что она уже нагрелась вот такая у меня магазинная чрева здесь 5 метров 40 на 42 миллиметра чрева свиная сейчас помещу ее в теплую водичку промою хорошенечко прогоню воду внутри и будем начинять завороженное сало свое которое кусочками резала я прогоню через самую крупную сетку что у меня есть мясорубки часть оставлю кусочками остальное все перемешаю сейчас быстренько с фаршем и отправлю морозилочку на чуть-чуть буквально минут на пять пока мы подготовлю мясорубку к наполнению черевы вот так она выглядит теплая водичка все остальное помыла во внутрь воды набрала прогнала по череве и все мясорубка нас подкачала конечно но я вот так вот набила руками как могла вот эту тугу большую сделала сейчас она висит у нас в комнатной температуре оттепляется с холодильника с ночь холодильнике провисела вот как то так вот такие кусочки мяса на сегодня будут коптиться уши ребрышки у нас сегодня пойдут в коптильню там еще лежит в холодильнике рулька повесили мы мясо в швс первую партию у нас от москит суховялочный шкаф вот такая красота запустили мы агрегат наш взвесили мы нескольких кусочков мяса и при сушке должно потерять где-то 10 процентов тогда все будет хорошо ну естественно смотреть нужно чтобы мясо не было влажным она была немножко даже подвялены в процессе покажу не заснялась у меня видео копчения продукт уже после копчения все все будет под видео в описании температурный режим все напишу ну вот и конечный наш результат теперь она все выветрится хорошенечко дымку дымок чтоб выветрился лишний и в холодильник а и сейчас отрежу кусочек от вот этого батона колбасы большой вот и попробуем посмотрим идеально я очень довольна результатом очень все вкусно очень домашнее все сто процентов натуральный продукт на колбасу вот эту ну и вот эти мелкие что я наполняла оставлю рецепт под видео чего сколько я добавляла завакуумировала и отправлю холодильник чтоб подольше похоронить а вот она и рулечка копченая наша она еще не охлажденная я только и вытащила в общем это очень вкусно это очень здорово коптили в моските коптили классные сушильные классные сушильные шкафы в общем все как надо всем пока пока до новых встреч